2 декабря в столице Верхней Волжи на площадке мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» завершил работу фестиваля по профориентации школьников «Билет в будущее». В последний день с его участниками провел встречу губернатор Игорь Руденя. На ней также присутствовали и представители региона в федеральном собрании, которые ознакомились с работой площадок. Фестиваль стартовал 28 ноября. Профессиональную диагностику в онлайн-формате прошли свыше 15,5 тысяч ребят В очном формате участия в фестивале приняли более 10 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. Мы абсолютно уверены, что вы – это наша самая талантливая и самая способная молодежь, которая ротарически настроена и которой мы абсолютно уверены. Уверены власть в тех людях, которым возможно и с покойной совестью передать будущее ваше будущее в будущем нашей стране. Участники фестиваля в Твери могли пройти бесплатные профориентационные тесты, а также познакомиться в интерактивной форуме с рынком труда. Были представлены предприятия, высшие учебные заведения и профессиональные образовательные организации региона. У каждого школьника была возможность познакомиться не менее чем с тремя профессиями, что поможет выстроить индивидуальную траекторию развития. Возможно, вам предстоит сделать тот профессиональный выбор и выбрать тот путь, по которому вы пройдете всю вашу жизнь. Возможно, он будет меняться, возможно, он будет делиться. И иногда вы придете идти, может, в другую сторону, но тем не менее, если вы сделаете изначально ваш выбор правильным, вы достигнете большего успеха. Общероссийский проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта образования по поручению президента Владимира Путина. В нем принимают участие школьники с 6 по 11 класса. Полный цикл предполагает несколько интерактивных форматов для учеников, родителей и педагогов. Это онлайн-диагностика, уроки, профпробы, мультимедийная выставка-практикум, фестиваль профессии, индивидуальные рекомендации. Федеральным оператором «Билета в будущее» является фонд гуманитарных проектов, где отмечают важность внедрения профориентации, начиная со школьной скамьи. Если разное исследование, то ковидные порядка 50% меняют свою профессию, в том числе те, кто отучились в этих школах за бюджетные деньги. И наша задача, как федерального проекта по профориентации школьников, попытаться эту ситуацию исправить, попытаться дать вам возможность, дать инструмент, сделать выбор правильным, чтобы вы учли свои интересы, свои таланты. Как отметил на встрече Иван Есин, в этом году Тверская область вышла на лидирующие позиции и занимает первое место по реализации проекта в Российской Федерации, как по числу участников, так и по количеству проведенных профдиагностик. В Верхневолже это 309 школ, 603 педагога-навигатора, более 17 тысяч учеников. Иван Есин выступил с предложением провести в следующем году в Твери модельный фестиваль «Билет в будущее» как образец для других регионов. Игорь Руденя инициативу поддержал. Игорь Руденя инициативу поддержал.